З-пропаганда в центре Европы. Зимула СКО, да? Это вы напали на Донбасс. Это пропаганда. Нашу территорию. Чем Кремль собирается кормить россиян в ближайшем будущем? Вместо хлеба со трубями на российских прилавках может появиться выпечка из сверчков. И почему россияне умирают в своих домах? Это еще не сильно холодно. И вот мы видим, как о нас думают. З-патриотизм головного мозга. Когда он в острой фазе проявляется у людей, нет, громко сказано, существ на болотах, это можно постараться объяснить фактически новым железным занавесом. Абсурдной пропагандой, которая уже переполошила многих. Тупостью людей и слепой верой в бункерного деда. Он на следующий срок, потому что он очень много сделал для страны. Но когда упоротые уропатриоты встречаются в сытой Европе, где у людей есть права, а не только обязанности, где работают законы и есть свобода слова, вот тогда и возникает главный вопрос. Как это возможно? Проблема в том, что в центре Европы продается футболка террористов. Это как-то... Как ты это поймешь? В чем у вас проблема? Зетки, пожалуйста. Что они значат? Это символ. Символ чего? Российской армии. Найсвелло. К сожалению, в этом можно убедиться воочию. Бельгия. Город Льеж. Где на маленькой улочке в центре города, в витрине сувенирного магазина, красуется уродливая зетка. Символ русского фашизма сегодня. Символ российской армии. Символ СВО, да? И вот это, это Элька, Элька. Я последний раз видел, что это как бы символ убийства украинцев, если я не ошибаюсь. Перешагнув порог магазина, такое впечатление, что переносишься куда-то в Ставрополь или Челябинск. Ассортимент магазина говорит сам за себя. Но в центре этого всего мракобесия и из этого схваления, конечно же, продавец магазина. Это же пропаганда тоже. Это пропаганда. Какую вашу территорию? Европейскую. Мы здесь в Европе, это не ваша территория. Это моя территория. В процессе разговора украинцы, которые специально приехали в этот магазин, понимают, что женщина не просто не понимает, что она продает, а гордится этим. И не видит ничего плохого в войне, которую развязала ее историческая родина. А вы поддерживаете войну? Очень поддерживаю. Вы поддерживаете войну с Украиной? А что у вас, а вас там сын воюет? Воюет. И как, вы одобряете это? Я одобряю. В общем и целом, все в лучших традициях зет-патриотов, которые давно живут в Европе и не собираются возвращаться в свою пензу, читу или калугу. Издалека, как известно, родину любить куда приятнее, и забункерного топить тоже в радость. На болотах им бы только это и оставалось делать, потому как топить там уже давно нечем. Оглянитесь, полуумные. Ваши сограждане у себя на родине в прямом смысле замерзают в своих домах без воды. Это Первоуральск. За спиной этой молодой женщины дом 55-го года постройки. Я простая жительница города Первоуральска. Хочу обратиться к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. В нашем городе Первоуральске, Свердловской области, уйма проблем, на которые наша власть и наш губернатор не обращают никакого внимания. С июля месяца этого года с нашей водой творятся просто чудеса. Люди не могут пить нормальную воду, приготовить еду, постирать свои вещи. У нас идет из кранов просто прекрасная Кока-Кола. К тому же вода оказалась зараженной опасными бактериями. Месяц назад на нашем горячем водоснабжении была обнаружена зараза, легионела, от которой могут пострадать как и взрослые, и дети. Об этой проблеме знают все Свердловской области. И наш губернатор, и наш мэр, и даже следственный комитет. И они даже для нашего успокоения возбудили уголовное дело. Но реакции-то никакой дальше нет. А вот женщина собирает снег на улице. Думаете, для чего? Может, в снежке хочет поиграть с детьми? А нет. Она с детьми хочет руки помыть и посуду. Например, все в том же многострадальном Первоуральске проблемно с водой не только в одном доме. Пенсионерки ночами стоят в очередь за водой по графику нашего привоза воды. Но наша водовозка не приезжает, потому что она на весь наш город всего лишь одна. На 150 тысяч с лишним населения. И после такого издевательства знаете, чем они угрожают своему нерадивому правителю? Думаете, может, хотят свергнуть его? Хотя кого мы обманываем, уже никто так не думает. Голосовать они больше за него не пойдут, если кококольные реки из крана не остановят. Владимир Владимирович, пожалуйста, услышьте нас. Просто если в этот раз вы нас не услышите и не поддержите нас, жителей Первоуральска, то жители Первоуральска в этот раз голосовать за вас не будут. Но Путину, очевидно, глубоко наплевать на проблемы своего народа и что течет из их кранов. Во-первых, в этом всегда можно обвинить кого угодно, только не себя. А во-вторых, он уже и без народного одобрения объявил о том, что идет на выборы. И, как вы понимаете, проигрывать их не собирается. Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации. Вообще, конечно, из совсем неожиданного события Путин идет на выборы. Сделали самый наигранный спектакль со времен расставания ВВХ с первой женой. Отстоял вахту. Восемь лет уже девять даже. Девять лет. Так что, в общем, это общее решение. Да, я присоединяюсь к Славу Владимиру Владимировичу. Это действительно было наше общим решением. И наш брак завершен. Чисто актеры Погорелого театра. В этот раз спрашивать послали донецкого боевика, некого Артема Жогу. После вручения Артенов и медалей, лично попросил об этом Бункернова. Я в лице всего нашего народа, всего Донбасса, наших посоединенных земель, хотел бы просить вас принять участие в этих выборах. Потому что работы очень много. Благодаря вашим действиям, вашему решению, мы получили на свободу право выбора. И мы хотим принять участие в выборах президента Российской Федерации. Под вашим руководством мы бы хотели бы это все делать. Вы наш президент, мы ваша команда. Вы нужны нам, вы нужны России. Артем Жога, обращаясь к президенту, высказал просьбу от всех жителей Донбасса. Потому что Донбассу есть чем сравнивать. Потому что Донбасс переживал разные периоды своей жизни. А сейчас для Донбасса президент России – это лидер, который вернул нам Родину. Это лидер, который спас Донбасс от уничтожения. И снова про 8 лет дамбили бомбас. Лицемерию этих продажных тварей нет предела. Донецкая Народная Республика не встретит сейчас семью, которая бы не ценила то, что сделал и что продолжает делать для нас президент Владимир Путин. Все эти наигранные уговоры Путина и хвальбы ему показали по всем каналам, дабы народ быстрее заглотил наживку. Потом в Кремле скажут, а чего вы сетуете, вы же его сами попросили. И были так рады. Радость, кстати, сразу же поспешили поддержать упоротые деятели российской недокультуры. Тут и дрессировщик, и престарелая красная шапочка, и сын Ясаула. В общем, компашка еще та. Фрик на фрике. Владимир Владимирович Путин примет решение о выдвижении своей кандидатуры на следующий президентский срок. Было вполне ожидаемо. Это решение принято. Я очень рада, что Владимир Владимирович объявил о своем решении баллотироваться на пост президента на этих выборах. Потому что я не знаю, кто бы мог так руководить страной, как руководит ей Путин. И голосую за него двумя руками. Последние 23 года существования нашей страны – это дело рук нашего президента. Усатый пресс-секретарь в свойственной ему манере глобализировать тупые мысли проблеял что-то про чуть ли не мировую значимость бункерной моли. Это мировая новость. То, что Путин согласился баллотироваться и заявил о своем намерении баллотироваться – это действительно мировая новость. И лапшу про спасителя мира и про лучшего президента для России они вешают знатно. Вы видите, что творится в мире. Вы видите, что фактически Россия и Путин во главе России возглавили такой процесс тектонических перемен, тектонических сдвигов во всех аспектах глобальной жизни. Будь то мировая политика или мировая экономика. Вот в этот момент они явно забывают посмотреть в окно либо своей машины, в которой записывают подобное видео, либо же в окно своего поместья. Он гарант стабильности, он гарант мира. Поэтому у Владимира Владимировича отличное резюме. А там за окном люди выживают. Всем в село Калинино приехали в аэропорт города Абакан. И уже начинают лапшу из сверчков поедать. Да, вам не послышалось. Сложно представить, но эти сверчки со ставропольской пропиской скоро станут основным ингредиентом для печенья, шоколадных конфет и макарон. В сверчковой муке содержится до 75 грамм белка в 100 граммах продукта. В обычной муке от 2 до 5 грамм белка. Кроме этого, содержится железо больше, чем в говяжьей печени, микро-макроэлементы, кальций, магний. Сверчки лучше, чем мясо, говорят с экранов федеральных каналов. Чему готовит народ России, становится понятно почти сразу. Все продукты из этих насекомых полезны, потому что в них большое количество белка. Например, в 100 граммах жареных сверчков содержится до 70% белка. В то время как в курином мясе 26%, в говядине 25%, а в свинине 20%. И на ярмарке в Ставрополе стало понятно, что после изменения Конституции РФ, продления пенсионного возраста и нового похода на выборы, россияне с радостью проглотят и это – деликатес из сверчков. Кушайте, не подавитесь. Ну что добавить? Кто политикой не интересовался, интересуются, какие на вкус жареные сверчки. А ПТВ все дальше продолжают накачивать население, чтобы те больше ненавидели Америку и жили исключительно войной. Перепрошитая киселевская пропагандой пенсионерка стоит у себя дома в шапке и в пуховике. И хочет воевать за Кремль и Путина, которому на нее просто наплевать. Летом мы будем все гулять и праздновать. Победим. Ох, ну что вы вздыхаете? Вот увидите, увидите. Летом закончится, к зиме все закончится. Америка упадет, доллар упадет. И мы будем жить вот так все, честно. И у нас будет и газ, и свет подешевле будет. Как победим, видите как. Казалось бы, какая победа в стране, где люди экономят просто на всем. Ведь иначе им не выжить. Набрали, да. Допустим. Я уже протопила. И можете посмотреть, сколько умигранусов в доме. Давайте. Заходите. Нет, 15-16 к 17-16. Считать, что потому что оно еще это не это. И через полчаса трубы холодные. Смотри, сколько ковров. Тебя планировали, сколько ковров. Светы экономлю и буду экономить. Да было бы электричество дешевле. Не было проблем бы, ну видите, будет дорого сильно. Тем более для пенсионеров, ну что, я две тысячи полторы плачу, две полторы. А если подключаю, тысяч 8-10 будет. А жить на что? Все. Но многие на болотах не переживут эту зиму. Так, например, в Свердловской области люди в буквальном смысле умирают от холода. Когда волонтеры попали в один из домов, то увидели страшную картину. В деревянном неотапливаемом доме лежала замерзшая женщина, которую тщетно пытались согреть ее домашние животные. Кошки и собаки. Вон они еще дрожат, собаки, от холода. А вот люди в Челябинском поселке вышли на улицу, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Берем из своих квартир куда-то к родственникам, либо снимать квартиры, чтобы маленького ребенка согреть. Сегодня ночью похолодание. Что нас ждет? У меня работают два обогревателя, плюс открыта духовка. И мы не можем протопить квартиру свою. Отсутствие тепла коммунальщики объясняют плановыми работами. У нас это плановые работа будет. А почему в такой погоде-то? Ну это не такая вот страшная погода. Но в квартире, знаете, в это время страшно очень. Я только в квартире живу. Сейчас у меня инием стены покрываются. Это нормально? Это вообще ужасно. Третий раз, третий раз отключается за сезон. Но такая проблема, как вы догадались, не только в одном жилом доме. Ни в жилых домах, ни в садиках, ни в школах нет отопления. Дети мерзнут, пенсионеры мерзнут. В жилых домах перемерзают просто трубы. Организации друг к другу перекидывают ответственность. Дозвониться ни до кого нереально. Сами видите то, что с маленькими детьми приходят. У меня грудной ребенок. У людей постоянно работают обогреватели. Но и это не помогает прогреть квартиру. Такой роскоши, естественно, пенсионеры себе позволить не могут. Все с ужасом думают о похолодании, посылают мольбы в космос. Ведь надежды на кремлевскую власть больше нет. И вот мы видим, как о нас думают. В очередной раз. Мы каждый раз слушаем, верим. Кому верить-то уже просто сил нет. Живем, как в Средневековье. Ждем, когда у нас в конце концов что-нибудь отключат здесь. Россияне из разных уголков страны не сговаривая, сравнивают свою жизнь со Средневековьем. И очередной спич журналистки Федерального канала тому подтверждение. Дома две семьи, практически соседи. В обеих весной этого года мужчины отправились в зону СВО. Буквально месяц назад в обеих семьях вновь произошли одинаковые события. В их домах появилось долгожданное электричество. Сколько кринжей и мерзостей в этой маленькой подводке к сюжету. Хочешь провести свет в свою хибару? Отдай за это жизнь. А еще лучше забери ее у невинных людей за пределами своей родины у родины. И тогда будет счастье твоей семье. Раз, два, три, елочка гори. С Новым годом, с новым счастьем. Без газа, без воды, без света. А теперь еще добавьте к этому и без яиц. И тут мы выражаемся не в переносном смысле, мол, смелости у россиян не хватает побороться за себя. Тут мы конкретно заявляем, что на болотах наметились серьезные проблемы с яйцами. Как и почему яйца стали в России дефицитным продуктом? Слакурочка яичка не простое, а золотое. Наверное, эту фразу из детской сказки сейчас вспоминает каждый покупатель, проходя мимо прилавка с яйцами. От их стоимости у многих буквально округляются глаза. Россияне недоумевают, как с лета цена на яйца могла вырасти более чем вдвое. Подорожали. В нашем магазине 165 рублей. Нормально это? Нет, я думаю. Хотела сказать, чтобы яйца не дорожали, а подешевели к Новому году. Ну что это такое? Сколько можно? Их повышают, повышают, повышают цены. Начинали лет аж с 50 рублей. А сейчас? Сколько? Ну вот 135-120, мы мелкие. И такая ситуация не в одном регионе, а по всей России. Пустые полки или страшные очереди, или цены на них. Яйца от цены, как говорят, кусаются. Вот этот десяток мы купили в одном из супермаркетов. И он обошелся нам в 159 рублей. Вот чек. Хотя нам еще повезло. Рябство с числа золотой. Это вот нереальная очередь стоит за яйцами. Издевательство над людьми. Машина только одна приехала. Местные эксперты объясняют такое сильное подражание несколькими факторами, от знания которых россиянам перед Новым годом явно лучше не станет. Рынок зависит от все еще импорта. То есть это импорт, как я понимаю, там всяких там кормов, оборудования, медикаментов и прочее. То есть там цены на курицу тоже выросли на самом деле. Из-за войны частично эти производственные поставки, цепочки пострадали. Частично стоимость этого всего выросла за слабеющего рубля. Плюс сказалось еще то, что там были жалобы на то, что компаниям из этой отрасли не хватает работников, потому что многие мигранты уехали, часть работников ушла на воевать. Но пропагандисты, как всегда, видят в подражании яиц на болотах исключительно украинский след. Под выборы президента, я хочу просто вот на это обратить внимание, чтобы вы развили. Под выборы президента мы столкнемся с десятками, а может быть и с тысячами подобных компаний против нашей страны. Будет что-то дорожать. Мы должны быть хладнокровны. Абсолютно вы правы. Конечно, сейчас, когда ты не можешь повлиять каким-то образом глобально на происходящем в стране события, то хочется просто нагадить. Ну это обычная история. А как нагадить? Нагадить вот такими простыми вещами, от которых зависят люди. Хлеб, яйца, молоко, майонез. Разбитые дороги, холодное жилье без света, безденежья, отсутствие инфраструктуры. Перечислять дальше? И тут вы тоже видите украинский след. Естественно, Путину и Кремлю не нужно, чтобы все это ассоциировали с ним. Поэтому пропагандисты выпрыгивают из штанов, чтобы защитить и обелить хозяина. Давайте мы будем благодарными. То, что умудрилось делать правительство, и президент, как руководитель, в принципе, всего, естественно, да, в плане экономики, это чудо. Так что, россияне, когда в очередной раз будете обещать Путину, что не будете за него голосовать, проследите, чтобы так оно и было. Хотя, если голоса будет считать Памфилова, во время многодневного голосования, шансов у вас на избавление диктатора практически нет. Ну, не перегибайте. И тогда запасайтесь яйцами, включайте обогреватели, кто может позволить себе оплачивать коммуналку. Покупайте фонарики и отмечайте Новый год, который перенесет вас, нет, не в будущее, а в настоящее средневековье.